В сентябре 13-го года, во время ярмарки, у вас была дискуссия в парке Музеон, который наш канал транслировал. И вы там рассуждали, почему, собственно, постапокалипсис... Я тоже долго тренировался. А не зомби-тема у наших писателей этого жанра превалирует. И вы там сказали такую вещь, может быть, и по та же ради, но я хотел бы, чтобы вы как-то пояснили, что у нас про зомби писать бессмысленно, потому что стоит выйти за границу МКАД, и там, собственно, вот эти зомби с этими походками, с этими, в общем-то... Ну, любого пивного ларька, да. Да, и лучше к ним как-то даже и не прикасаться. Ну, это такое заявление, в общем-то... Русофобское? Почему обязательно русофобское? Ну, все, что, как каждый раз, когда ты недоволен черной стране, это сразу называется русофобией сейчас. Вот поэтому и выжигается это каленым железом на лбу человек, который это сказал, и дальше... Нет, ну, здесь имеется в виду, что вы видите потребителя своей продукции или там социально близких только в границах, если не бульварного кольца, а том КАД. Конечно, это не так. И больше того, я вовсе не считаю, что я, если условно разделять Россию на 85 и 15 процентов, я вовсе не пишу. А 85 и 15 имеется в виду, что 85 продерживающих партии и правительства есть? Верящих и 15 неверящих, скажем так. 85 процентов, которые верят телевизору, я бы так сказал, и 15 процентов, которые телевизору не верят, да. Потому что... Хотя не всему, что телевизор рассказывает, они верят. Ну, допустим, 85-15. Я не пишу для 15. Я пишу как раз для 85, чтобы часть из них перетянуть в сторону 15. И вот моя цена. Так скажу. Поэтому, говоря о том, что сразу за пределами КАД начинается зомбиленд, я, конечно, немного... Это ваши слова. Нет, я так и проговорил, что это было сказано эпатажей. Я знаете, да, конечно. И в этом нету эпатажей и бравады какой-то такой интеллигентской с презрением к людям. Я скорее хотел бы у людей вызвать возмущение и желание доказать, что нет, что мы не зомби, мы такие же, как вы, примите нас к себе в МКАД. Здесь не очень понятно, по каким критериям определять, вот в этом смысле, зомби или не зомби. Потому что если мы исходим с того, что человек, если он верит в зомбоящику, значит, он зомби. Если он верит в Фейсбуку, значит, он прогрессивный общественный. Фейсбук тоже засорен достаточно сейчас. Да? Да, мне кажется, да. Нет, Фейсбук, на самом деле, дает гораздо более широкую картину сейчас, широкую палитру политических взглядов, социальных взглядов, чем это было раньше. Это взять творчество некоторых патриотически настроенных писателей, которые исправно собирают тысячи лайков, неважно, что бы они писали. Это вы имеете в виду сейчас? Например, Захара, да, имею в виду. Но про Захара Прилепина вы не так давно на днях написали. В Фейсбуке, кстати, я бы даже сказал, что это очерк, в котором высказывает такую идею, что Прилепин на самом деле готовит себя к роли Троцкого, что он на самом деле остался революционером, таким, как он был на Болотной. Но я сейчас постараюсь вас процитировать. Плостереволюционером был, на Болотной были другие люди. Вот, вы меня поправите, если я вдруг неправильно воспроизведу. Но что он возглавит, значит, как бы движуху, которая возникнет, когда люди разочарованные... Повернутся против. Да, и там такая фраза была, то, что не удалось белоленточным червям, сделают обожженные ополченцы. Вот, это такая... Так я сказал, да? Да. Я мастер слова. Вы, когда выписываете те или иные характеры персонажа, вы держите в голове какие-то оригиналы? Прообразы? Да, людей, которых вы знаете. Безусловно. Ну, иначе, получается, големы иначе выходят, такие без записок, понимаете, вложенных. И надо вдохновляться реальными типажами. Возможно, разговор, который я послушал в одном месте, накладывая на внешность другого человека, если они подходят друг к другу. Но совсем уж конструкты не выживают. Видно, что это манекен, и подходишь к нему, постучишь, а он полый внутри. Вот, поэтому, разумеется, необходимо совершенно вдохновляться реальными. В «Метро-2035» выписаны какие-нибудь из знакомых вам или знакомых всем, или знакомых узкому кругу, ваших коллег, публицистов, писателей, литераторов? Нет, и книга в очень небольшой степени вообще про прослойку. Она в гораздо большей степени просто про людей, про обычных людей, одним из которых, или я сам. Вот, и разговоры здесь не разговоры снобские какие-то интеллектуальные, не о судьбах отечества на кухне интеллигентской какой-нибудь, а скорее разговоры из маршруток, разговоры там с дачных участков, разговоры там из метро и так далее. То есть, такие разговоры с таксистами и прочее. Вот, и не было задачи написать книгу «Подмигивание» для своих. И непонятно даже, кто свои-то вообще, если честно. В этом сложном мире. Ну, а есть единомышленники? Я не знаю, кто уже единомышленники, честно говоря. Единомышленники очень заколебались в последнее время, знаете, они несколько деморализованы. Поэтому, есть ли они, остались ли они, не вполне понятно. И, ну, вы понимаете, два интеллигента, три мнения. Поэтому, кто тут вообще, так сказать. В этой книге насилие больше, чем в предыдущих? Книга маркирована 18+, содержит обсценную лексику сцен насилия и сексуальной сцены.